...работа головного мозга. Она лежит в основе многих исследований, которые проводятся на мозге. Большинство исследований фокусируются на какой-то конкретной проблеме. Но для того, чтобы представлять себе картину целиком, необходимо представлять общие какие-то механизмы и принципы организации работы мозга. И сегодня я расскажу немножко о последних достижениях в этой области. И в частности, о интегративной концепции, которая называется «Активная среда головного мозга». Мой доклад будет на русском, но вот слайды у меня на английском. Поэтому вы сможете также и увидеть, как эти термины звучат в английской литературе. Ну, это тоже будет полезно, наверное, для чтения потом статей и учебников. Итак, давайте начнем. Начнем я издалека. Скажу пару слов о том, как, в принципе, воспринималась работа головного мозга, его организация, человеком с древних времен. Вот в древнем мире люди не представляли даже то, что головной мозг играет какую-то важную роль в управлении нашим телом. Не представляли, что головной мозг участвует в когнитивных процессах обучения, памяти и так далее. Ну, то, что мы сейчас называем когнитивными процессами. И думали, что это все происходит в сердце. То есть, эмоции, какие-то чувства, это идут от сердца. Поэтому, в общем-то, мы и в языке до сих пор сохраняем такие выражения, как «желать от всего сердца». Это и в русском есть, и в английском тоже самое есть. Например, «I wish you from the bottom of my heart», что означает, что я желаю от всего сердца. Но, в принципе, для чего тут мозг должен был, быть нужен. И когда его рассекали, обнаруживали, что там довольно-таки много кровеносных сосудов. И поэтому возникло представление о том, что мозг – это орган, который служит для того, чтобы охлаждать кровь. Сейчас мы, конечно, полагаем, что наличие такого большого числа кровеносных сосудов, оно не связано с охлаждением крови, а наоборот. Связано с тем, что мозг потребляет очень много энергии у нас в организме. И необходимо эту энергию каким-то образом доставлять. Необходимо доставлять кислород, необходимо доставлять глюкозу. И что является необходимым для работы мозга. Ну, вот в средние века уже эта концепция поменялась. Стали появляться представления о том, что мозг, скорее всего, как-то контролирует наше тело. И вот здесь вы видите рисунок, который сделал Рене Декарт, известный философ и естествоиспытатель средневековый, который представлял мозг с точки зрения известной и понятной ему техники. То есть вот он думал, что мозг – это такой водопровод, водопровод уже тогда знали, в котором движется жидкость, эта жидкость регулируется заслонками и может по трубкам поступать к мышцам, сокращение вызывать в них, и таким образом мозг контролирует наше тело. Вот уже это, в принципе, большой был шаг вперед. И дальше уже в XIX веке появилась клеточная теория. То есть клеточная теория, она, в общем-то, существует относительно недавно. Вы знаете, что она связана с именами таких ученых, как Шлейден, Шван, Верхов, которые вот описали, предложили идею о том, что организм состоит из клеток. И тогда стали, конечно, смотреть, не состоит ли и мозг из клеток. И стали появляться современные методы, оптические методы, в частности. И в конце уже XIX, в начале XX века ученый такой, как Сантьяго Ромона Хакхаль, ну, в общем-то, он был одним из таких наиболее продуктивных ученых, кто изучал клеточную организацию организма, он описал клетки мозга. Он использовал метод, предложенный итальянским ученым Камилой Боджи, для того, чтобы эти клетки покрасить, и использовал современную для него оптику. То есть, вот видите, вот он сидит, микроскоп современный, который был в его время. И он ручной, значит, зарисовывал эти все клетки. И на самом деле это было достаточно успешно, что мы с тех пор, буквально вот с начала XX века, знаем практически о всех клетках, которые существуют в мозге. Очень немного новых типов клеток было обнаружено. И вот уже тогда появилось понимание о том, что вот клетки мы знаем, примерно где они находятся знаем, надо фокусироваться на том, как эти клетки работают на их, так сказать, функциональном точении. И в настоящее время, ну, и с функциональной точки зрения, и с морфологической, и с точки зрения, значит, эволюционной, и с точки зрения развития мозга, мы можем выделить много разных типов клеток в головном мозге. Все, конечно, знают, в первую очередь, на слуху, это нейроны. Нейроны электрически возбудимой клетки, об этом я еще скажу. У них есть целый ряд важных функций. Это передача сигналов от внешнего мира, от органов чувств. Интеграция, хранение информации, ну, то, что мы называем памятью и так далее. Кроме этого, есть еще очень такой широкий класс клеток, как глиальные клетки. Там тоже много типов. У них есть трофическая функция, метаболическая. Тоже стало выясняться, что у них есть сигнальная функция, ну, такая же, как у нейронов. То есть, они что-то могут передавать, какую-то информацию, и отвечать изменениям своей активности. Ну, и, наконец, это кровеносные сосуды. Вот видите здесь картинка, полученная из мозга мыши. Когда в кровеносную систему вводился пластик, который затвердевал в сосудах, и вот эту структуру сосудов, и дальше мозг мацерировался, то есть удалялся от биологической ткани. И мы видим вот такую вот сложно организованную систему сосудов. Представьте, да, что в мозге такое количество огромных сосудов – это очень большая часть этого органа, в принципе. И эти сосуды играют важную роль, они обеспечивают мозг питанием, обеспечивают доставку кислорода, и это тоже регулирует активность работы мозга. Попробуйте изменить вот как бы кровоток мозга, и функции мозга тоже будут меняться. Обеспечивают доставку биологически активных веществ, на них же формируется гематонцфалический барьер, который тоже не константный, не постоянный, он тоже может меняться. И это играет, по всей видимости, функциональную роль и в работе мозга, а также это и может быть связано с развитием различных патологий. Поэтому это тоже нужно все изучать в контексте и понимать, что эти все клетки, клеточные системы взаимодействуют друг с другом. И начнем с нейронов. Нейроны – это достаточно такой широкий класс клеток. Нейроны могут морфологически отличаться друг от друга, они могут биохимически отличаться друг от друга по высвобождаемым нейропередатчикам, например, по электропсизиологическим свойствам и так далее. Но у них есть одна общая черта, общая характеристика, которая их отделяет от других типов клеток. Нейроны обладают электрогенезом. Вот очень часто исследователи, даже не обязательно студенты, но даже и те люди, которые занимаются, например, исследованием электрической активности мозга, полагают, что нейроны являются электрически активными клетками. Тогда как, скажем, другие клетки не электрически активными. На самом деле это не так. На самом деле нейроны – это электрогенные клетки. То есть у них есть способность к электрогенезу, а они способны генерировать потенциалы действия. В отличие от других клеток. В других клетках не могут генерировать потенциалы действия, но в этих других клетках могут возникать электрические изменения потенциалов на мембране. Эти изменения потенциалов на мембране могут также играть важную роль. И что такое электрогенеза, что такое потенциал действия? Это вот генерация такого сигнала, который связан с активацией потенциала чувствительных каналов. Так, что-то у меня здесь произошло. Извините. Так, не видно мой сигнал, этот экран? Нет, сейчас пока не видно. Так, извините, что-то у меня вылетело. Прошу прощения. Так, так, сейчас. А сейчас видно? Да, появилось. Да, да, извините, что-то вылетело. Презентация. Вот, нейроны генерируют электрические сигналы, которые называются потенциалы действия, да, которые могут распространяться по мембране нейрона, по мембране клетки. И таким образом они способны передавать сигнал по аксону к синусу и так далее. И вот этот факт оказался очень важным для того, чтобы люди стали заниматься исследованием функций нейронов исключительно. И другим фактом, который оказался важным, является то, что нейроны способны к электрогене, то есть нейроны можно записать активно с помощью электрода. И вот, например, появился такой метод, который называется Пэтч Кламп, который был предложен немецким ученым Эрвином Нейером и Бреттом Сахманом, которые получили за этот метод в 1991 году Нобелевскую премию. И они, вообще говоря, Нобелевская премия за методы не дается, поэтому им дали Нобелевскую премию за изучение ионных каналов, который стал возможен с помощью вот этого метода. Кроме этого, активность нейронов можно даже записать и не вводя электрод в отдельные нейроны или ткань мозга. Можно, например, поставить электроды на поверхность черепа и записать электроэнцефалограмму. Электроэнцефалограмма – это вот запись активности поверхности нейронов с поверхности головного мозга, которая может, если она синхронизуется, вот ее можно даже увидеть с помощью такого электрода, расположенного на поверхности черепа. И еще одним важным аспектом оказалось, что нейроны организованы в сеть. Это сеть нейроклеток, которые связаны с помощью синаптических контактов. Ну вот здесь, представляете, как это работает. Электрический сигнал приходит в пресс-синаптическую терминаль, высвобождает нейропередатчик, который, высвобождаясь, связывается с постсинаптическими рецепторами и дальше вызывает некоторый ответ постсинаптической клетки. И вот, исходя из этих наблюдений, электрогенез, синаптические связи, организация сети, стали появляться идеи, что мозг – это вообще говоря большая нейронная сеть. И вот здесь вот одна из моделей, в которой смоделированы нейроны, они связаны между собой. И вот это вот представление у достаточно широкого числа исследователей о том, как организованно работает мозг. Это действительно оказалось хорошей идеей, гипотезой, которая позволила ее дальше развивать. Например, появилось такое представление, как энграма, которое заключается в том, что во время того, как мы, так сказать, сталкиваемся с тем или иным фактом, событием, изменением в окружающей среде, у нас активируются те или иные нейроны, то есть не обязательно все, которые у нас есть в мозге. И вот активность этих нейронов приводит к тому, что их свойства меняются таким образом, что эти изменения сохраняются. И вот эти изменения, они кодируют некий след воспоминания, который хранится вот в этой группе нейронов, в этой энграмме. И он может быть извлечен, когда эти клетки опять активируются, и мы как бы вспоминаем то, что с нами происходило, то, с чем мы сталкивались. Вот такая возникла идея. Опять же, только на нейронах, то есть все остальные клетки мозга здесь не учитывались. Также появились идеи о том, что это можно использовать в технике. Появились искусственные нейронные сети, которые были основаны на представлении, что мозг это большая нейронная сеть, которые, вы знаете, могут быть использованы для распознавания каких-то паттернов, для того, чтобы использоваться в обработке данных, для дипленинга и так далее. Я в эту сторону углубляться не буду, но это тоже у всех на слуху, и эта идеология, эта идея была основана на представлении мозг-нейронной сети. Также стали проявляться различного рода мозг-компьютерные интерфейсы, основанные на изучении активности нейронов, измерении их активности. Неинвазивные. Ну, вот мы уже говорили, есть, можно поместить электроды на поверхность головного мозга, и эти электроды будут записывать активность с поверхности. И можно попытаться как-то ее проинтерпретировать, сказать, что вот эта активность появляется в том или ином состоянии, когда человек, допустим, что-то подумал, что-то хочет сделать, там, двинуть рукой, ногой, представил, что он движется вперед-назад-влево-право, ну и так далее, для того, чтобы, например, управлять чем-то, да, там, или инвалидным креслом, или какой-то техникой и так далее. Вот. Но здесь есть, конечно, большой недостаток в том, что, если мы получаем активность с поверхности головного мозга, да, мы, конечно же, не можем получить эту активность из глубинных частей, да, то есть мы можем только знать, что происходит вот на поверхности нейронов, и то даже мы не имеем разрешения ни клеточного, никакого, то есть мы видим некую такую популяционную активность, которую вот отчасти можем связать с какой-то областью этого головного мозга, поверхности, причем головного мозга. И мне пришлось один раз услышать вот такую аллегорию интересную, что попытаться понять, как работает мозг с помощью такого интерфейса неинвазивного, это как вот стоять за пределами стадиона, вы можете ходить вокруг стадиона, и слышать звуки, которые происходят оттуда, и пытаться понять, что там происходит, как развивается игра, допустим, в футбол, там, в хоккей или еще что-то, что вас интересует. И вот, ну, что вы узнаете? Ну, может быть, если вы услышите, что там все кричат гол, то, наверное, вы можете посчитать количество голов там или еще что-то. Но вот детали, кто как это делает, кто как играет, вы, конечно, не узнаете. Поэтому нужно двигаться вглубь мозга и пытаться понять, как он работает. И поэтому стали появляться инвазивные мозг-компьютерные интерфейсы. Вот они работают, ну, сейчас в работе достаточно много работы по биосовместимости, чтобы ввести эти вот какие-то измерительные приборы, там, электроды или оптоволокон, еще что-то, в мозг. Причем пытаются их уменьшать, увеличивать их количество и так далее. Это и для клинических целей делается, и для работы с человеческим мозгом. Ну, а в лабораторных условиях это, конечно, уже давно все применяется. Вот, в частности, в нашей лаборатории мы используем такой подход, когда в голову животного имплантируются электроды, устанавливается беспробный передатчик. Вот, и такое вот телеметрическое исследование проводится активности работы головного мозга животного. Животное может бегать, вот видите, тут мышь, у нее такая шапочка, к ней наверху поставлен передатчик, и вот мы можем наблюдать за поведением мыши и, соответственно, пытаться понять, что происходит в электрической активности нейронов в глубинных слоях мозга при каких-то поведенческих актах животного, на ритмы смотреть из каких-то областей и так далее. Но здесь я хотел бы другую аллегорию представить, что здесь мы, опять же, смотрим на активность только электрогенных клеток, на активность нейронов. А, как я уже говорил, мозг состоит не только из этих клеток, а мозг состоит из многих других типов клеток. И вот эти другие типы клетки, глиальные клетки, клетки кровеносных сосудов, конечно же, тоже участвуют в происходящем, вот, внутри этой, скажем, игры внутри этого стадиона. Поэтому, когда мы используем вот такого рода интерфейсы, да, мы как будто наблюдаем за игрой одной команды. То есть мы вот пришли на стадион, да, смотрим, зашли туда внутрь, да, и видим только одну команду, а вторую совершенно не видим. И пытаемся, наблюдая за тем, как эта команда что-то делает, пытаемся понять, как работает вся система в целом. Это, конечно, лучше, чем находиться за пределами стадиона, но не совсем хорошо. Поэтому необходимо, конечно, и какие-то другие процессы исследовать. Ну вот, чтобы туда перейти, давайте я еще пару интересных фактов скажу о том, как нейроны, собственно говоря, взаимодействуют между собой. Вот я уже говорил, что есть синаптическая передача. Но также выяснилось, что существует и несинаптическая передача. Вот я недаром напомнил вам о том, как организован синапс, что есть пресинаптическая часть. Это одна клетка, есть постсинаптическая, другая клетка. Они формируют контакт между собой. Этот контакт называется синапс. А есть такие аксоны, вот пресинаптических клеток, у которых нет постсинаптической части. Они не формируются. И таким относятся, например, это норадреналин, ацетилхолин, дофамин, серотонин, которые могут, так сказать, клетки эти делать проекции из подкорковых структур в кору. И там просто эти нейромодуляторы высвобождаются совершенно спокойно и начинают действовать, ну, растекаться и действовать на рецепторы, которые не расположены непосредственно прямо перед ними. И вот это вот такая появилась концепция. Внесинаптическая передача, она существует уже достаточно давно. Вот видите здесь книжка Сильвестра Визи, вышедшая в 1984 году, то есть практически 40 лет назад это все уже начиналось. И тогда этот тип передачи сигналов назвали Volume Transmission, то есть передача в объеме. И считалось, что она необходима для того, чтобы регулировать большие группы нейронов, и тогда будут происходить изменения в их свойствах, будут происходить изменения в их возбудимости. И это будет регулировать какие-то существенные процессы в состоянии головного мозга. Скажем, сон, бодрствование, или, например, эмоциональное состояние, возбужденное состояние, подавленное, депрессивное и так далее. Конечно, эти были представления достаточно тоже простые, примитивные, и в объеме, там, таких массовых изменений нейропередатчиков и нейромодуляторов не происходит. Они все достаточно локальные на самом деле. Хотя, конечно, не такие узконаправленные, как это происходит в синапсе. И вот локальная несинаптическая передача была описана позже уже. Она была описана, предложен такой был термин, как спиловер Дмитрием Кульманом, который предложил такую идею, что часть нейропередатчика во время синаптической передачи может вытекать за пределы синапса. Ну, казалось бы, такая простая вещь, да, очевидная вполне себе. Но вот до практически конца 20 века, это вот статья обзорная была в Трэнс-Инеросайенсе, поскольку в 1998 году, такое представление, ну, было новым. То есть это появилось только тогда. Идея была у Дмитрия в том, что нейропередатчик, высвобождаясь в одном синапсе, может дифундировать к соседнему синапсу, если синапсы рядом друг с другом расположены, активировать в нем рецепторы. И вот эта идея, он называл это интерсинаптик-кросс-ток, то есть переговоры между соседними синапсами. Но тогда, вот в начале только всего этого развития этой идеи, не было достаточно много обсуждений того, что есть еще и внесинаптический рецепт. На самом деле не обязательно, чтобы здесь был рядом другой синапс. Этот вытекающий нейропередатчик может активировать рецепторы, которые расположены рядом с этим синапсом, и в общем, вовсе не в другом соседнем синапсе. Эти внесинаптические рецепторы могут быть как на нейронах, так и на глиальных клетках, то есть на других типах клеток головного мозга. И тогда вот начиналось, вот сейчас это уже развитие такое, что мы начинаем понимать, что вытекающий нейропередатчик или нейропередатчик, который освобождается этими терминалями модуляторными, о которых я говорил, он может таргетировать внесинаптические рецепторы, в первую очередь, и на нейронах, и на глиальных клетках, и на, может быть, и на других каких-то клетках, в сосудах и так далее. Поэтому возникает представление о том, что вот эти сигнальные механизмы, они связывают между собой разные типы клеток. И вот на этой ноте я бы хотел перейти к глиальным клеткам. Вот здесь я на этом слайде представил 2 группы основных типов глиальных клеток. На самом деле, может быть, даже это и неправильно говорить о том, что тут есть нейроны и глиальные клетки. Потому что глиальные клетки настолько гетерогенная большая группа клеток, так что их совершенно неправильно, скажем так, противопоставляют нейронам, как вот отдельные от нейронов сильно тип клеток. Вот два типа. Микроглия и макроглия. Микроглия – это фактически специализированные макрофаги, которые принимают участие в ацитозе, защищают нейроны, центральную нервную систему. И эти клетки, они происходят из эмбриональной мезодермы. Эта же самая мезодерма дает начало клеткам крови и клеткам иммунной системы. А макроглия, например, она происходит из эктодермальной ткани при развитии мозга. Из той же ткани, из которой происходят нейроны. Поэтому, например, макроглия, она ближе нейронам, чем микроглия. Или, допустим, класс макроглия нейронов, это, скажем, может быть одной группой клеток по сравнению с микроглией. Поэтому здесь просто осталось очень много исторических таких классификаций, которые, может быть, уже и необходимо сейчас немножечко пересмотреть, для того, чтобы более правильно вот эту классифицировать типы клеток головной мозги. А макроглия – это тоже достаточно гетерогенная группа сама по себе. В ней есть, ну, несколько буквально, приведу примеров. Типы, это импидемоциты, клетки, которые выстилают желудочки мозга. И у них есть отростки, которые помогают в циркуляции цереброспиральной жидкости. Астроциты, о них еще будем подробно говорить. Олигодендроциты, радиальные глия и другие классы. Ну, о функциях. Функция микроглия. Микроглия достаточно богата функциями. Как я уже говорил, она вовлекается в процессы, такие как фагоцитоз, когда она захватывает какие-то кусочки, там скажем, от клеток, от погибших, или какой-то чужеродный материал, который попал в мозг. Микроглия может активировать, например, астроциты, воздействовать на нейроны, так чтобы, ну, как бы, их, так сказать, менять их функции. Она регулирует синаптическую передачу, участвует в удалении синапсов. Вот очень, например, важный аспект, что микроглия удаляет синапсы. Когда мы говорим о нейронной сети, мы знаем, что нейроны связаны с собой синапсами. А вот вопрос. А вот эти синапсы, они постоянно или все время меняются? Оказывается, что эти синапсы все время перестраиваются. Для того, чтобы вот эти функции нейронной сети изменялись, необходимо и синаптические контакты все время менять. Что могут делать нейроны? Могут прорастать, они могут формировать новые синапсы. Вот они сформировали нейроны, эти новые синапсы, и, значит, появились какие-то новые контакты между нейронами. А вот удаление синапсов, за удаление синапсов, включают другие клетки, в частности, микроглия, которые эти синапсы, значит, откусывают, и таким образом нейронная сеть может перестраиваться. И поэтому вот роль микроглии здесь, вот перестройки нейронных сетей, тоже очень важна. И даже, скажем, если мы представим, что мозг – это все-таки нейронная сеть, а не что-то другое, то необходима микроглия, чтобы эта нейронная сеть была реорганизована. Также они регулируют восстановление мозга, нейротрофизм, высвобождают цитокины, высвобождают активные формы кислорода, которые также в мозге, как было показано, являются сигнальными молекулами и так далее. Радиальная глия – еще один тип глиальных клеток, как от коров я упоминал, это, в общем-то, важный тип глиальных клеток в развитии мозга. Как вы знаете, что кора головного мозга имеет такую слоистую структуру, как, ну, я не знаю, салат, там, какой-то слоистый тип, там, шуба или еще что-то, где слой за слоем формируются, как бы, группы различных типов клеток. Вот, и вот эта слоистая организация, там, конечно, есть множество различных механизмов, благодаря чему она формируется, молекулярных, клеточных, но вот один из таких механизмов – это радиальная глия, которая формирует тяжи или направляющие, по которым вот эти вот клетки могут, нейрональные вот рожденные клетки в области желудочков мозга могут двигаться к поверхности мозга, и там, так сказать, в зависимости от своего рождения формировать тот или другой слой. Вот здесь вот нарисованы, как раз, эти тяжи, и вот серым, и по ним таким желтым цветом двигаются нейроны. Здесь еще одно такое, еще одно представление этой же самой идеи. Здесь радиальная глия, по ней такой вот клосатый нейрон двигается, потом точечный нейрон какой-то. То есть, в зависимости от рождения, они вот приходят к поверхности мозга и формируют слои. Тут, естественно, увлекается множество молекулярных различных механизмов, которые регулируют вот это вот движение. Помимо… Вот такая миграция называется радиальной, помимо этого еще и ангентальная миграция, которая вот свойственна некоторым другим типам нейронов, чем те, которые двигаются радиально. В частности, возбуждающие глутаматные нейроны или тормозные гамки, эргические нейроны, они могут немножко по-разному двигаться. Вот. Олигодендроциты. Тоже, значит, очень важный тип клеток. Формирует миелин в центральной нейросистеме. Они оборачивают аксоны. И когда они оборачивают аксоны, у нас возникает вот такая система, значит, изолированных аксонов, в которой сигнал, потенциал действия распространяется намного быстрее, чем неизолированных аксонов того же диаметра. Потому что происходит сальтаторное, скачкообразное переход этого потенциала действия от одного участка свободного от миелина к другому, который называется перехват ранвье. И вот эта вот миелинизация, также неконстантная, она может меняться в зависимости от физиологических состояний во время патологий. И вот эти изменения, они имеют как функциональную роль, так и могут приводить, если они, например, произошла демиелинизация мозга, приводить к патологическим процессам и, в общем-то, иметь последствия очень неприятные. Ну и, наконец, астроциты, эти клетки, их достаточно много. В зависимости от вида животного их число может отличаться. В частности, у человека число астроцитов примерно такое же, как число нейронов. Чуть-чуть побольше их в мозге. Там может быть совсем небольшое превышение числом нейронов. И астроциты также вовлекаются в взаимодействие с различными другими типами клеток головного мозга. В частности, они взаимодействуют с нейронами. Это взаимодействие происходит на уровне синапсов. Астроциты взаимодействуют с кровеносными сосудами, взаимодействуют с микроглией, внеклеточным матриксом, олигодендроцитами, внеклеточным пространством. Ну, в общем-то, все, о чем я говорил, все эти клетки взаимодействуют с астроцитами, ну и, в принципе, между собой взаимодействуют. И также астроциты способны отвечать на целый ряд сигнальных молекул. Вот я уже сказал, что есть такой процесс, называется спилогер, это вытекание нейропередатчика синоптической щели. Тогда, когда нейропередатчик вытекает, он может этот астроцит активировать. Также астроциты могут активироваться нейромодуляторами. Это то, что я говорил, объемная передача, когда молекулы высвобождаются во внеклеточное пространство. Цитокинами, гормонами, факторами роста. Это все химические посредники, на которые у астроцитов есть рецепторы и которые могут приводить к их активации. А помимо этого существует еще целый ряд факторов, которые могут изменять активность астроцитов, которые не являются химическими в прямом смысле. В частности, изменение парциального давления кислорода. Астроцитарные метахондрии очень чувствительны к этому. Они организованы по-другому, чем нейроны. Но в частности, у них по-другому организована электронно-транспортная цепь. И это приводит к тому, что изменение кислорода, парциальное давление кислорода в ткани мозга приводит к активации астроцитов. Изменение давления, допустим, внутричерепного. Когда это может происходить? Когда изменилось кровеносное давление. А, естественно, давление крови повышает давление внутричерепного. Дальше есть еще такой процесс, как вазомошен. Пульсация кровеносных сосудов. Это тоже может оказывать влияние на астроциты. И, наконец, изменение температуры. То есть, локальное изменение температуры, которое может в мозге потенциально происходить. Вот мы знаем, что у нас есть какая-то общая температура, которая находится в достаточно узком диапазоне, стабильная. Но это как температура тела. Или температура, скажем, ткани, органы и так далее. То есть, это средняя температура. Но, насколько это средняя температура, везде константно. Если мы представим, что какие-то области мозга в настоящий момент более активны, чем другие эти области, то понятно, что эти области будут потреблять больше энергии. Больше энергии, например, для восстановления ионных градиентов, которые приводят к расходованию аденозитрифосфата, АТФ. И все эти процессы, они, конечно, не обладают стопроцентным КПД. И будут абсолютно точно приводить к изменениям локальной температуры. И вот эти изменения, в принципе, могут чувствовать температурно-чувствительные рецепторы, например, ТРПВ-4, которые находятся в астроцитах. Также и есть механочувствительность у этих клеток, я уже сказал. У астроцитов есть множество функций по чувствительности изменений в окружающей среде головного мозга, которых нет у нейронов. То есть не только нейроны обладают свойством привносить в ткань головного мозга информацию об окружающем мире через органы чувств. Но и сами астроциты чувствуют очень много изменений в окружающей среде и могут их передавать вот в эту клеточную организацию, в клеточную систему головного мозга. И это тоже очень важно, если мы хотим понять, как работают все команды в этой структуре. А сами астроциты также являются очень такой гетерогенной группой. И эту гетерогенность еще описал в своих работах Сантьяго Рамон и Кахаль. Вот здесь вот я просто показываю несколько его рисунков, которые я взял из очень интересного обзора физиологического вида 2018 года Берхрадский и Недерга. Он также описал и взаимодействие между астроцитами, например, и кровеносными сосудами. У астроцитов он нарисовал такие ножки, которые выстилают поверхность хвостных сосудов. И это играет важную роль, например, в формировании гематоэнцимболического барьера. Помимо всего прочего астроциты формируют сети. Эти сети не такие, как нейрональная сеть в нейронах синапсы, а в астроцитах другой тип взаимодействия – это габ-контакты. Габ-контакты – это вот когда две мембраны клеток подходят достаточно плотно друг к другу, и в них формируются такие вот каналы, которые позволяют обмениваться какими-то небольшими молекулами, ионами между соседними клетками. Какая функциональная роль вот этих габ-контактов? Ну, есть много гипотез, представлений. Одно из представлений заключается в том, что вот так передается сигнал в синците, то есть там может распространяться, например, муферизироваться калий или еще какие-то ионы. Может быть, какие-то маленькие молекулы распределяются. Но, в принципе, есть и представление о том, что это просто регулятор электрического потенциала, потенциал на мембране клеток, поскольку выяснилось, в том числе и в наших работах, что изменение потенциал на мембране астроцитов происходит достаточно существенное. В частности, когда изменяется концентрация калия в микречном пространстве, астроциты могут деполяризоваться, и это будет регулировать их свойства, в частности, например, захват глутамата, который является электрогенным. И вот, здесь мы с вами видим организацию такой сети посредством ГАП-контактов. И эта сеть организована по-разному чуть-чуть в зависимости от различных участков головного мозга. Вот в гиппокампе астроцитарная сеть, дальше вот здесь есть, допустим, астроцитарная сеть, варел-кортекс, это здесь вот альфакторы, граммэролос, это вонятельная луковица. И вы видите, что астроциты, ну вот как-то морфологически по-разному организованы. Как они взаимодействуют, эти клетки с нейронами? Типов взаимодействия с нейронами может быть тоже несколько. И один из них это взаимодействие на уровне синапсов, о котором я уже говорил. Вот вы здесь видите, есть пресинаптическая часть, поссинаптическая часть, астроцитарный отросток, который называется листочек, он очень тоненький, подходит очень близко к синапсу. И во время синаптической передачи нейропередатчик взаимодействует с постсинаптическими рецепторами, это вот такой прямой тип передачи сигнала, часть нейропередатчика вытекает за пределы синаптической щели и взаимодействует со страстарным источником. Здесь взаимодействие может быть разным, то есть здесь есть и рецепторы, на которые отвечают, то есть которые связываются с нейропередатчиком, а также есть и транспортеры. Захват нейропередатчика регулирует концентрацию и время жизни нейропередатчика в синаптической щели. Но самое интересное в этом всем, что эти процессы взаимодействия нейропередатчика с нейропередатчиком приводят к повышению концентрации кальция в этих листочках. И вот кальциевая возбудимость является, наверное, одним из самых главных сигнальных механизмов и типов возбудимости в астротстарных клетках, которые не генерируют потенциал действия. И в ответ на повышение кальция могут высвобождаться, в свою очередь, молекулы, которые влияют и на синапс. Эти молекулы называются глиопередатчиками, хотя это, по сути, могут быть те же, скажем, вещества, как синаптические передачи, которые участвуют в глутамат, может усобождаться ганг и какие-то другие вещи, которые будут регулировать эффективность передачи сигнала в синапсе. И вот этот процесс уже может регулировать эффективность синаптической передачи пластичности, и он связан с кальциевой активностью в астротстарных клетках. Если мы идем на уровень, скажем так, астротстарной клетки целой, то есть астротциты формируют такие вот отростки, которые называются веточки, и на них находится много тонких листочков, которые подходят к синапсам. И сами астротциты между собой очень слабо перекрываются, то есть они формируют как плитка, заполняют пространство головного мозга. И вот такая вот организация в сети астротцитов приводит к тому, что в каждом астротците есть собственный домен, и когда кальциевая активность повышается, она может повышаться не только локально в области синапса, но и захватывать какие-то достаточно большие области, территории, и тогда регулируя даже группы синаптических контактов, которые не обязательно даже и принадлежат какому-то одному нейрону. Они могут быть совершенно от разных клеток и между собой не иметь синаптических каких-то связей и контактов. То есть астротцит может еще синхронизовать синаптические контакты. Ну и наконец, следующее, что если мы представим, что существует астротцитарная нейронная сеть, эти две сети могут взаимодействовать друг с другом. И если мы видим изменение кальциевой активности в астротцитарной сети, то это изменение может захватывать достаточно большие территории и регулировать уже не группы синусов, а группы нейронов. Вот так может происходить взаимодействие между двумя, по крайней мере, сетями в центральной нейросистеме, хотя, конечно, мы должны помнить и о кровеносных сосудах, и о микроглии, и так далее. И вот здесь я вам покажу несколько каких-то данных, полученных в нашей лаборатории, как мы изучаем кальциевую активность в астротцитах. Здесь вот вы видите двухфотонную систему, двухфотонный латвийный сканирующий микроскоп, который находится в ББХ в Москве. И здесь мы проводим исследование кальция активности в головном мозге мышей, которые двигаются на такой вращающейся платформе. Но для того, чтобы нам это сделать, нам необходимо, чтобы астротциты экспрессировали сенсор на кальций. Для этого мы используем генетически кодируемый сенсор G-CAMP6, и вводится он, значит, он экспрессируется после введения аденоассоцированного вируса в мозг мыши. Дальше этот вирус заражает клетки, и только в астротцитах происходит экспрессия этого кальциевого сенсора, потому что он экспрессируется под астротцит-специфическим промотором. Это GFAP промотор, и вот после того, как мы закололи мозг мыши, например, король или гиппокамп, то, что мы хотим изучать, этот аденоассоцированный вирус, мы через три недели можем уже наблюдать кальциевую активность в виде изменения флуоресцентного сигнала. Ну, вот так происходит эта операция, с помощью пипетки в мозг вводится вирус, дальше мышь восстанавливается, и после восстановления она, ну, еще там две-три недели находится в клетке, и потом мы ее используем в эксперименте. Это вот другая мышь, которая немножко другая, но на голове у нее, здесь такое стеклянное окошко есть, и к нему приклеена такая, тоже вот вертолетик, мы его называем, это фиксатор головы животного, после чего животное фиксируется под микроскопом. Ну, вот вы видите здесь, здесь у нас вращающийся диск, сейчас я еще раз запущу это видео, по этому вращающему диску мышь бежит, и когда она по нему бежит, мы одновременно можем активность мозга, то есть она у нее, голова фиксирована в специальных зажимах, и мы можем через стеклянное окошко наблюдать за изменением кальциоактивности в астроцитах. Вот здесь вот вы видите рядом астроцит, он вспыхивает, вот животное бежит, мы можем смотреть, как движение животного коррелирует с кальциоактивностью в этих клетках. Вот здесь, как вообще эта процедура, как это все происходит, когда мы снимаем сигнал, это первое видео, сейчас вы увидите уже процедуру анализа этих данных, на первом видео вы увидите просто клетки, да, просто вот сигнал, как он выглядит при его съемке, в середине вы увидите уже обработанное видео, которым удален шум был, был сделан динозинг, ну и последнее это уже сигнал, самый полезный сигнал, то есть это отношение базовой линии к изменению сигнала, то есть там, где сигнал меняется, мы увидим всплеск. Поэтому вот давайте посмотрим, как это все выглядит. Шумный сигнал, ничего практически не видно. Удаление шума, мы начинаем что-то видеть интересное, здесь вот даже сосуд какой-то есть, отдельные клетки вспыхивают. Ну и, наконец, изменение этого сигнала на последнем, значит, кадре вы видите достаточно четко и можно понять, когда астроциты активируются. Вот, и здесь, я сейчас еще раз запущу это видео, чтобы вы могли еще раз посмотреть на это все. Активность в астроцитах повышается. А когда оно не бежит, да, то у нас активность снижается опять, становится низкой. И вот здесь еще некоторое представление этих данных, как их можно видеть. Здесь это x, y, это поверхность внизу коры головного мозга, а вверх это время идет. И вы видите, что во времени это не гомогенная активность, то есть там какие-то есть периоды низкой активности, какие-то периоды высокой активности есть. И рядом вот такой синий столбик, который показывает скорость движения животного. Когда животное, например, у нас сидит, не двигается, это просто синий цвет. Когда животное начинает движать, это становится голубой, желтый, красный. То есть это как бы скорость животного. И вы можете увидеть корреляцию между скоростью животного и изменением кальциоактивности астроцита. И это все можно представить в виде таких графиков зависимости. Извините, у меня здесь, по-моему, оси затерлись. Но я объясню, что здесь такое. То есть вот первый график это изменение общего флуоресцентного сигнала, амплитуды его. Второй график это процент активных пикселей внутри кадра. Третий график это количество, размеры отдельных сегментов кальциовых ответов. Общее число этих сегментов. И внизу скорость животного. Ну, я не буду вдаваться в подробности, просто хочу обратить внимание, что вот из этой активности мы можем извлечь целый ряд различных параметров. То есть мы можем, так сказать, из нее математическим способом извлечь много каких-то вот характеристик и посмотреть, как они коррелируют с скоростью движения. Вот вы видите, да, животное побежало, скорость повысилась, параметры изменились. Можно посмотреть задержки, что затем активируется и так далее. И, конечно, здесь у нас совершенно четко есть связь между активностью животного и изменением этих параметров. Но животное бежит здесь практически в одном направлении по кругу. А это не позволяет нам говорить о том, что есть какая-то взаимосвязь между тем, какой-то сложной активностью головного мозга, например, где животное бежит, принимает ли решение и так далее, бежать. И вот этой кальциевой активностью в астроцитах. Поэтому мы обратили внимание, ну не обратили внимание, а поэтому я хотел бы сказать о том, что для нейронов ситуация достаточно хорошо изучена. И даже есть такая Нобелевская премия, которая была представлена в 2014 году по физиологии и медицине ученым Джону Акифу и супругам Мозер, которые открыли клетки места и клетки решетки. И вот что такое клетки места? Клетки места это пирамидный нейрон гиппокампа, который активируется всегда в том конкретном месте арены, где пробегает животное. Вот, допустим, взяли активность какой-то клетки, записываем с помощью электрода и видим, что животное бежит. И вот в конкретном месте этой арены этот нейрон активируется, а в других местах не активируется. Второй раз животное там бежит, опять происходит активация. А клетки решетки это когда вот в антренальной коре, в разных участках, но в виде такой решетки они активируются. Поэтому мы тоже захотели изучить этот вопрос, посмотреть нет ли в активности астроцитов вот такой какой-то закономерности. И поэтому мы использовали чуть-чуть другую систему. В этой системе животное находится тоже в таком фиксированном состоянии, но при этом может лапами перемещать под собой платформу. Эта платформа поднимается воздухом. И вот в этом случае животное представляет, что оно бегает по какой-то такой открытой арене. И мы можем изучать, где животное пространственно расположено. И вот здесь точка это животное. Видите, мы можем смотреть, где оно находится, его скорость измерять, и при этом наблюдать за кальциевой активностью астроцитов. И опять же мы эту активность можем реконструировать, так же как я уже вам рассказывал, обнаружить участки, где животное быстро бежало, где не бежало, и показать, что там действительно есть повышение активности. И все эти параметры между собой так же скоррелировать. И вы здесь тоже видите, собственно говоря, то же самое, что и на этом диске мы наблюдали. Но не это была наша задача. Наша была задача, конечно же, получить Нобелевскую премию. А Нобелевская премия дается за то, чтобы связать активность нейронов с местом. А мы решили, что надо посмотреть, а нет ли корреляции между активностью астроцитов и местом. И так же мы начали такой анализ проводить. Это еще такая работа, которая в процессе у нас проходит. Здесь вы видите эту арену, видите, где животное бегало. Это вот в течение времени, как меняется положение животного. А так же мы могли посмотреть, где меняется скорость животного и как. И дальше все параметры кальциевой активности в астроцитах. И действительно, что вы можете даже здесь увидеть, что на этой арене есть участки, где животное, скажем, сидело чаще, где чаще бегало, с какой скоростью. Вот видите, здесь какой-то участок, где оно сидит все время. И вот можно наблюдать, что, например, здесь в этом участке есть более высокая кальциевая активность по амплитуде сигнала, по общей площади сигнала. А во втором участке, где животное тоже предпочитало сидеть, тут наоборот, тут снижается активность. То есть, таким образом, есть некоторые предварительные намеки на то, что какие-то корреляции между активностью астроцитов и положением животного все-таки существуют. Что все вот эти процессы, которые только раньше связывались с активностью нейронов, они не обязательно исключительно приводят к изменению активности нейронов. То есть, могут и другие клетки мозга, в частности астроцитов, в этот процесс увлекаться. Ну, дальше мы в этом направлении продолжаем исследование. В частности, мы использовали оптоволокна для того, чтобы посмотреть, что происходит в гиппокампе. Ну, потому что я вам говорю, что гиппокамп все-таки это связано с клетками места. Здесь мы использовали оптоволокно. Вот так это выглядит. Работа животное бегает. Мы можем с помощью оптоволокна возбуждать флуоресценцию в гиппокампе и, соответственно, видеть там какую-то активность астроцитарную. Вот так вот ее во времени анализировать. И также мы можем посмотреть, где животное находилось в это время, его траекторию, скорость движения. Ну, и связать, соответственно, изменения в величине кальциевого сигнала. Здесь вот уже более сложный эксперимент. Здесь, когда животное находилось в такой камере, в которой были две мыши. Вот тут стаканчики, два, левый и правый. Под одним стаканчиком знакомая мышь, под другим стаканчиком мышь новая. И животное должно как бы больше иметь интересы к новой мыши. И, соответственно, мы смогли наблюдать, нет ли каких-то изменений и в кальциевой активности в астроцитах, когда животное, например, изучает новую мышь. Это мы тоже можем представить вот в таком виде, в виде зависимости, корреляции. И посмотреть, где, в каком компартменте вот этого поведенческого бокса животное проводило больше времени, и где была больше активность в астроцитах. Ну, здесь я немножечко пропущу. Покажу еще один слайд из наших исследований, в котором мы изучали активность астроцитов в связи с регуляцией локального кровотока. В середине вы здесь видите кровеносный сосуд и рядом с ним сверху снизу два астроцита. И вот активность в этих двух астроцитах, она меняется, и это приводит к тому, что меняется и просвет сосудов. Вот смотрите. Обычный сосуд пульсирует во время... Это, так сказать, животное, это неанестезированное животное. Мы видим активность такой умеренной двух астроцитов. И дальше вот что-то происходит, там бег или еще что-то. Или уже окончание бега. И у нас астроциты начинают очень активно. Здесь высокие концентрации кальция, и тоже видим, что меняется просвет кровеносного сосуда. То есть астроцитарная активность, она является важным регулятором локального кровотока. И это, кстати, очень важно для того, чтобы интерпретировать данные функционально-магнитно-резонансной томографии. Вот когда исследователи пытаются понять, как работает мозг, ну вот, с помощью этого метода функционально-магнитно-резонансной томографии, они, конечно, понимают, что это оценка локального кровотока. Но дальше, что они делают? Они говорят, что вот этот локальный кровоток связан с активностью нейронов. Поэтому вот в этой области мозга функционально-резонансная томография нам говорит, что увеличилась активность нейронов. Вот вы здесь наглядно видите, что изменение активности астроцитов может приводить к тем же самым вещам. И изменяется ли при этом активность нейронов, это еще не факт. Это еще нужно напрямую показывать. А вот активность астроцитов, она вот здесь, пожалуйста, меняет локальный кровоток. Поэтому данные полученные с функционально-магнитно-резонансной томографией можно интерпретировать как изменение активности астроцитов, на самом деле. И вот, и, собственно говоря, как последний такой заключительный слайд моей сегодняшней лекции, я бы хотел вам суммировать роль нежколечного взаимодействия в мозге. Мы уже говорили, что существует взаимодействие на уровне синапса. Я говорил, что есть трехчастный синапс, есть что нейроны, астроциты взаимодействуют друг с другом. Но на самом деле в синапсе играют важную роль и в некречный матрикс, и в микроглия. И вот это все называется многочастным синапсом. Это концепция, которая уже достаточно хорошо сформирована, и много кто и занимается. И взаимодействие между астроцитами и кровеносными сосудами. Это и нейронами тоже там. Значит, это называется нейроглиевоскуляторная единица. Есть внесинаптическая передача, об этом я начинал говорить. Это спиловер нейропередача, объемная передача, то, что называется, и так далее. Так вот эти все концепции, как правило, изучаются отдельно друг от друга. Но наш мозг так не работает. Все вот эти процессы, все изменения в каждом вот в этом отдельном компартменте являются частью больших изменений. То есть, если изменилась активность астроцита, она будет влиять на все эти взаимодействия. Изменилась активность нейрона, это тоже будет проявляться в изменениях во всех вот этих вот типах взаимодействий. Поэтому в прошлом году с Алексеем Верхрадским мы предложили новую концепцию организации мозга на клеточном уровне, которая называется активная среда мозга. По-английски это active milium. Это интегративная концепция, которая вот эти все взаимодействия межклеточные в мозге сводит воедино, в единую структуру, в единую систему. И говорит о том, что если мы изучаем какие-то процессы, происходящие в одном типе клеток, нам необходимо представлять, как это концептуально будет отражаться на всех вот этих процессах. То есть не рассматривая это как, скажем так, то, что происходит, допустим, на уровне синапса или то, что происходит на уровне взаимодействия сосудов. Потому что изменения вот в этих вот клетках, они будут проявляться на всех уровнях. И только когда мы комплексно будем это изучать и рассматривать, только тогда мы поймем, что реально происходит в мозге. И если мы, так сказать, не будем с помощью, допустим, мозг-компьютерных интерфейсов смотреть на другие типы клеток, мы, конечно же, никогда не поймем, как работает мозг и будем разводить руками и говорить, что мозг слишком сложен, чтобы его понять. Как же мы, так сказать, имея мозг такого же уровня, сможем понять этот мозг? Можем, но просто нужно немножечко более расширить наши концептуальные взгляды на работу вот этой клеточной системы. И вот это как раз может быть и основной базой для Энграна. Ну и вот здесь, наверное, я на этом слайде закончу, потому что как раз у меня прошел ровно час моего выступления. Это Front Page, это обложка журнала Function Американское физиологическое общество, которое вот вынесло, в этом году этот журнал вышел, вынесло как одно из достижений так сказать, года, 2011-го, вот эту концепцию в организации головного мозга. И здесь мы, знаете, как вот пишут, цитируют классиков, вот я, так сказать, себя сам процитировал здесь, что такое активная среда головного мозга. И, в принципе, я зачитывать не буду, если вам интересно, вы можете взять ссылку, посмотреть эту статью, там много таких конструктальных вещей описано. И на этом я хотел всех поблагодарить за внимание и извиниться за технический наклад. Спасибо. Первый вопрос будет посвящен плохо изученной, насколько мне известно, на данный момент популяции нейронов, таких как аноксональные. Хотел спросить, насколько сейчас известен механизм их действия и влияние на модуляцию нейропередач? Вы знаете, я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что в нашей концепции все клетки взаимодействуют друг с другом, и не только нейроны играют роль с аксоном, а не с аксоном, работа ансамбля вот в клеточном конкретной области мозга, которую мы называем активной средой, определяется взаимодействием между этими клетками. Поэтому с точки зрения нашей как бы гипотезы, те знания, которые сейчас мы получили о работе нейронов, они должны быть дополнены в принципе, должны быть дополнены пониманием того, что происходит отдельно с соседними их клетками. То есть механизмы, которые нам кажутся загадочными, они могут быть просто связаны не с работой нейронов. Поэтому вы знаете, ваш вопрос мне кажется, это интересный тип клеток, но мы даже не знаем, как работают классические вот эти системы сейчас. То есть мы полагаем так, что нужно что мы находимся в некой очень начальной точке понимания его. Так что нет, простите, не могу вам как-то даже ответить, не знаю. Понял, благодарю. Тогда второй вопрос. Нам он будет посвящен тому, как микроглиальные клетки влияют на память путем фагоцитоза частичного или полного то есть нейрофагии. Они способны в физиологической норме фагоцитировать целые синапсы, то есть не только дендритные шипики, или в норме все-таки целые синапсы не поглощаются? Ну, вы понимаете, что если поглощен дендритный шипик, то синапс перестает существовать. Дальше нет, то есть не существует больше после этого . нам просто на лекциях рассказывали, что тогда просто площадь не состоялся. Подождите, если у нас синапс имеет синаптическую часть, это аксон, расширение аксона, есть дендритный шипик. Если этот дендритный шипик элиминируется, то есть он просто съедается в микроглии, то синапс перестает существовать. синапс связь между нейронами, то да, исчезает полностью контакт синаптический. Там не просто поглощается значительная часть рецепторов, а целиком разрушается синапс, перестает функционировать? Полностью, да, весь шипик просто профанцитируется полностью целиком. исчезает синапс, то есть исчезает синаптический контакт. То есть вот ваш вопрос, он, видите, немножко такой, который если можно ли допустим поглотить только половину синапса, да, и при этом останется синапс? Нет, нельзя. То есть нет дендритного шипика, нет синапса. Понял, спасибо. Спасибо, есть еще вопросы у нас? Ну, да, наверное, раз у школьников ни у кого нет вопросов. Большое спасибо, Алексей Васильевич, что поучаствовали в нашей школе. Надеемся увидеть вас в следующем году. Спасибо. А сейчас, простите, еще есть один вопрос. Спасибо, приглашение. Прошу прощения, Алексей Васильевич, есть еще вопрос онлайн у нас сейчас зададут его. Вопросы с онлайн-трансляцией. Во время прослушивания возник вопрос, может ли чрезмерная активность микроглиальных клеток приводить к нарушениям памяти? Вы знаете, может, любая чрезмерная активность, она может приводить к нарушениям памяти. Вопрос о том, на каком уровне. Мы полагаем, что память это многоклеточная система. То есть, если мы представим, что память это изменение в активной среде головного мозга, которое включает астроциты и нейронные, и пластичность нейрональных контактов между собой, то какая-то слишком высокая активность любого из этих элементов может нарушать работу системы в целом. Поэтому это может нарушить и память, это может нарушить и когнитивные какие-то способности, и все, что угодно. Поэтому, конечно, да, и снижение активности, и так далее. То есть, должен быть очень правильный баланс между активностью всех элементов активной среды для того, чтобы мозг работал полноценно и, в частности, и вот эти процессы таких, как обучение и память, также работали эффективно. Конечно, да. Спасибо. Есть еще у нас? Спасибо за ответ. Я вижу еще вопросы. Я сейчас переключил в другой немножко режим, вижу вопросы. обнаружил бактерии в мозге. Но вообще говоря, в мозге бактерии не находятся в норме. Это патологический процесс. Ну вот, сходите, я могу зачитать эти вопросы? Или как, уважаемый председатель, у нас уже времени нет больше? Ну, давайте, наверное, уже мы закончим. сейчас, потому что время... Там... Я просто... Да, конечно, мы можем как-то в целом ситуации, да. Я сам их не вижу, поэтому вам, наверное, виднее там, если есть какие-то вопросы, вы тогда их зачитайте и, может быть, как-то кратко на них отвечу. Давайте я быстро пройдусь, да? Буквально быстро. Быстро пройдусь. Значит, вопрос. Спасибо за доклад. У меня общий вопрос. Можно ли отнести в какой-то степени активных следов мозга влияние бактерий? Обнаруживают бактерии в мозге и известно ли, насколько они влияют на его работу? В мозге бактерии не живут. Мозг, так сказать, защищен. И поэтому напрямую бактерии на мозг не влияют. Бактерии могут влиять те, которые находятся в кишечнике, поскольку они высвобождают биологически активные вещества, которые с кровотока могут попадать в мозг. Следующий вопрос. Спасибо. Почему при активации астроцитов наблюдается сужение просвета сосудов? Кажется, он говорит, что при активации кровоток наоборот увеличивается. Совершенно правильный вопрос. Действительно, активность астроцитов может влиять двунаправленно на изменение просвета сосудов. И существует целый ряд сигнальных путей, которые активируются при активности астроцитов. Вот такая тавтология получилась. Какие-то пути приводят к наоборот сужению сосудов, какие-то наоборот к увеличению просвета. Поэтому, наверное, в той данной конкретной ситуации, которую я представил, там активировались те пути, которые приводят к сужению просвета. Хотя, действительно, мы наблюдаем и другой процесс. То есть, видимо, это более сложная система, которую еще нужно изучать. Еще вопрос. Как происходит рецепция температурных и других факторов астроцитов? феопромолекулярных механизмов? Существуют терморецепторы в астроцитах, которые изменяют свою проводимость при изменении локальной температуры. Этот вопрос совершенно не изучен, то есть, существуют буквально ограниченные работы, можно их по пальцам пересчитать, в которых это все показано. Это направление, которое нужно исследовать дальше. Это все. Все вопросы. Большое спасибо. Так, у нас здесь появились в зале вопросы. Давайте еще один. Вы вот говорили, да, астроциты с сосудами, что они на них действуют. Где именно находится эта клетка? Она, получается, приходит вместе с нервным волокном и в какой части сосуда, в туникин-тимии или где именно она располагается? Как она запускает сигнальные процессы? Астроциты, они не приходят с нервным волокном. Мы считаем, что нейроны, отростки нейронов, они не являются тем, что является единственным механизмом работы головного мозга. Астроциты формируют собственную сеть, которая существует сетью нейронов. кровеносных сосудов. То есть мозг это группа сетей, которые в пространстве между собой каким-то образом расположены. То есть там астроциты это астроциты, нейроны это нейроны, кровенососуды это кровенососуды. И они могут находиться в какой-то взаимосвязи и пространственной, и физиологически друг с другом. Кроме этого у астроцитов есть специальное образование, которое называется ножки. Эти ножки такие вот как бы расширенные части астроцитарной мембраны, заполненные цитоплазмой, которые выстилают поверхность кровеносных сосудов. И вот здесь на этом уровне и по всей видимости происходит взаимодействие между астроцитами и кровеносными сосудами. То есть астроцит может регулировать, высвобождая активные молекулы, регулировать просвет сосудов. Там есть просто, я говорю так неоднозначно, поскольку есть несколько сигнальных механизмов, которые могут влиять на просвет сосудов. И так сказать связано с активностью астроцитов. Хорошо, спасибо большое.